Прибыв на место и узнав, что у подозреваемого нет документов на данный ВАЗ-2101, полицейские предположили, что возможно эту копейку бродяги действительно кто-то подал на вокзале. Однако автомобиль не был запряжен лошадью, и это поставило под сомнение то, что транспортное средство принадлежит цыгану. Вы достаёте менять, вы понимаете, что я дурак, ну не доставайте, пожалуйста, вы мне это делаете. Как вас звать? Как вас звать? Дурак звать! Позвоните знакомству. Всё, короче, не надо мне звонить, ничего. Дайте мне во имя Анатолия. Услышав от цыгана внешним видом больше напоминавшего рэпера несколько неразборчивых куплетов цыганста рэпа, патрульные стали подозревать мужчину в угоне. Кроме непонятного речитатива, водитель категории «Б» «Бомж» в совершенстве владел знанием ещё более непонятных цыганских пословиц и поговорок. Не, не, мне интересно просто вот так. Мне интересно? Интересно, когда в кармане нет, знаешь? Да. Посмотри в кармане, пусто, значит, тебя тоже будет. Почему? Потому что мне не понравилось. Ну, в 2012-м. Вот так. Я не поставлю тебя даже штамп. После того, как выяснилось, что автомобиль всё-таки числится в угоне, и цыганский барон наносит чужой машине урон, патрульные надели на него браслеты, незаметные, едва не лишившись своих браслетов, колец, серёжек и кошельков. Позже, уже в наручниках, мужчина заявил, что является сотрудником полиции, причём сотрудником никому неизвестного отдела внутренних ночных расследований. Какой меня тихуй сломил? Я же тоже там работал. Где ты работал? Вот там, где ты. А где я работаю? Ух, вы пьяницы, что пьёте? Понятно. Ночью я вижу вас. Вы пьёте ночью? Все пьёте, а я вас за вас следом, смотри. В итоге полицейского, работающего под прикрытием толстого слоя грязи, было решено доставить в отделение Святошинского района. Что грозит правонарушителей, тут по-цыгански и гадать не стоит. Потому что за угон уголовным кодексом Украины предусмотрен срок от пяти лет ай-не-не-не-не неволи, вплоть до того, что возвращения Будулая можно ожидать только через восемь лет. На этом всё. С вами была пресс-служба главного управления Чиста Ньюс. И напоследок. Граждане, если вы увидели подозрительных людей цыганской внешности и при этом рядом нет ни Пети Чёрного, ни Никиты Михалкова, знайте, это ни концерт и ни съёмка фильма. Вызывайте полицию.